Всем здравствуйте! Мы долго этого ждали. Лето тянулось, тянулось. Наконец оно подходит к концу. Итак, игра канадская, забава русская. Хоккейный сезон стартует сегодня. Новый сезон КХЛ. И я с удовольствием представляю в студии программы «Континентальный вечер» наших сегодняшних гостей. Главный менеджер хоккейного клуба ЦСКА, многократный обладатель Кубка Стэнли. Титул его говорить можно очень долго. Сергей Федоров. Сергей Викторович, здрасте. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. И его, можно так сказать, подчиненный даже, игрок хоккейного клуба ЦСКА, защитник, двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион страны Григорий Панин. Гриш, спасибо, что нашли время. Мы знаем, что только травма позволила вам прийти сегодня сюда, потому что вы должны быть с командой в Магнитогорске. Сергей Викторович, благодарим вас за то, что нашелся час в плотном расписании. Благодарим плотное расписание за то, что оно позволило не полететь вам в Магнитогорск. Новый сезон совсем скоро. Ждем нашу красивую графику на большой плазме. Много событий нам предстоит в этом сезоне. Кубок мира, возрожденный, наверное, стартовал новый сезон. Плей-офф, которого будем ждать в течение сезона. Что мы ждем, что вы ждете, Сергей Викторович, от этого сезона? Неважно. Лично для себя, для команды, для всего нашего хоккея. Я думаю, можно начать со старта сезона. Очень бы хотелось поставить команду в деле. Все-таки селекция клуба происходила летом. И были приглашены определенные игроки, определенные лидирующие игроки, которые доказали свою позицию основного игрока в нашем составе. Они уехали. Это три человека. Саша Радулов, Рома Любимов и Никита Зайцев. Поэтому такое было очень серьезное лето. Не знаю, конечно, сезон покажет, но мы очень довольны селекцией. Григорий, вы чего ждете? У вас защитников в команде, человек 13 или 14? Борьбы за место в составе? Нет, у нас хороший подбор защитников. А именно от сезона жду. Во-первых, хотелось бы пожелать удачи ребятам начать этот старт, хорошо провести этот матч. Каждый болельщик, игрок команды ЦСКА от сезона ждет только как можно больше побед. И в конце это только чемпионство. Я знаю, чего ждут многие болельщики. Новая команда в лиге. Китайский коллектив Кунь-Лунь. Давайте сначала мы посмотрим сюжет, а потом поговорим про китайцев. В новом сезоне в КХЛ будет играть первая китайская команда. Кунь-Лунь Ред Стар. На предсезонных сборах китайские хоккеисты доказывали, что они не хуже многих своих партнеров по команде из Финляндии и России. А в стартующем сезоне китайцы будут удивлять не только игрой в хоккей, но и культурой своей страны. Чем ещё больше осознавать? Вucht-Лунь Ред Стар. Затем это очень хорошо. И для нас уже больше таких боевиков, которые имеют отличие для КХЛ. У вас есть ли в КХЛ? Чтобы вы понимали, что вы отметили на его目標? ВУКРАПРОЗНУ. Вас не знаю. Ну вот сейчас мы приобщились немножко, если не китайской культуре, то китайскому языку. Сергей Викторович, как вы полагаете, может ли Кунь-Лунь быть хотя бы немного конкурентно способным в этом сезоне? Ну я думаю, даже не немного. Команда будет конкурентоспособна. Я думаю, там есть игроки все-таки и не только китайской национальности, поэтому команда будет сбалансирована с опытным тренером. Не знаю, конечно, сезон нас рассудит, но я думаю, у них очень хорошие серьезные задачи показать в первом сезоне китайской публике ту команду, которая может быть конкурентоспособна в КХЛ. Гриш, коротко, вы были в Китае, нет? Конечно, был. Что вы там видели? Что бы вы хотели увидеть, кроме хоккейного дворца? Так получилось, что полазил по китайским горам, прогулялся в Пекине. От команды хочется видеть конкурентоспособные игры. Кунь-Лунь проявил себя в этом сезоне, в этом межсезонье уже довольно ярко. Мы сейчас подбираемся к первому хит-параду программы. Давайте его посмотрим, покомментируем, а потом разберем. Это топ-5 драк в межсезонье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как мы видим, Кунь-Лунь дважды попал в этот хит-парад, но кунг-фу Респаева оказалась сильнее китайского. Хотя кунг-фу было, на мой взгляд, не очень честным. Гриш, расскажите, пожалуйста, что происходит в голове у хоккеиста, когда он понимает, что через секунду-две вступит в драку? У вас что происходит? У меня как-то не по заданию эта же драка получается, а получается какой-то игровой момент, какая-то либо это стычка, либо где-то нужно вступиться за товарища. А это мы понимаем, что приводит к драку? В голове у вас что? В голове... Ничего в этот момент? В голове в этот момент ты начинаешь просто с человеком, так скажем, выяснять отношения на льду. Шторки не задвигаются? Шторки задвигаются очень часто. И, так скажем, у большинства это происходит. Коротко, как вы оцените поведение Респаева? Да как можно? Никак не оцениваю, такого просто вообще не должно быть. Сергей Викторович, а вы когда играли в Детройте, кто охранял вас, Айзермана? Кто были эти люди? Ну, у нас была очень серьезная бригада. Это Боб Проберт и Джоэ Косар. Два тяжеловеса, которые были сильнейшие в лиге. Если бы хотя бы один из них, скажем, Проберт, был бы на льду и играл за Куин Лун, что было бы с Дамиром? Ну, тут сложно что-либо комментировать, потому что Баби был сильнейший драчун в НХЛ. И, кстати, он знал кодекс определенной чести и, в принципе, дрался только со своими тяжеловесами. Не было никаких таких других моментов, поэтому, я думаю, в этой ситуации просто немножко эмоции захлестнули, но они были не хоккейные эмоции. Реально, как вы думаете, что Респаев делал это, скажем, самостоятельно, не имея на то одобрение или задание руководства тренерского штаба? Ну, это сложный вопрос. Если глобально смотреть, то, естественно, он понимал свою функцию в команде. Если смотреть именно на этот момент, я думаю, эмоции зашкалили, что-то отключается в голове. И эмоции продолжают двигать человека в такие ситуации, которые вылилась, допустим, эта драка. Но это не драка была, это немножко избиение было. Я понимаю, была драка противостояния с тем человеком, который знает, что делать и как делать. Здесь немножко даже не знаю, какое слово подобрать. Гриш, очень коротко. Если вы затеете драку или проведете жесткий силовой прием без санкций тренерского штаба, получите, скажем, 2 плюс 10 или 5 плюс 20. К чему это приведет для вас? Наверное, каким-то неодобрительным. Штраф? Вполне возможно, что и штраф будет. Будем считать, что разобрали тему Рыспаева. Должен сказать, что в нынешнем межсезонье работали не только хоккеисты, тренировались и менеджеры собирали команду. Наша бригада тоже прилично поработала. Мы готовили фильмы про Кубки Канады и Кубки Мира, прошедшие и предстоящие. Давайте посмотрим материал, скажем так, анонсирующий этот сериал, который вы скоро увидите. 40 лет истории величайшего хоккейного турнира. Противостояние систем спортивных и политических. Это был не просто хоккей. Это был контраст между коммунизмом и капитализмом. Трофей, за который пились Уэн Грецкий и Игорь Ларионов. Тогда была очень сильная команда. Одна из самых сильных команд, против которой я играл. Кубок-то могут отобрать, но чемпионство не отберут. Марк Месье и Вячеслав Фетисов. Мы считали себя величайшей хоккейной нацией в мире, но Россия была серьезным препятствием на нашем пути. Каждый раз, когда мы играли в суперсерию по Канаде, я чувствовал, что я расту как игрок, у меня другой потенциал раскрывается. Трофей, который выигрывали только лучшие. Мы просто их разорвали в клочья. Именно командный дух, командная такая ситуация, она может победить звезд и достичь результата. Трофей, за который поборется сборная России. Вся жизнь будет такая борьба и победа. Я не знаю, где она. Ее, наверное, так никогда не будет. Так, чтобы просто сесть и сказать, я победил. Наверное, форма важнее была, чем хлеб в нашем доме. У нас будет семь защитников в команде, и я буду доказывать, что я достойный играть. И когда ты шел к этому долго, сколько ты сил отдал, и когда уже это все идет через немогу на измножение. Я понимаю, что за тобой будет большая страна смотреть, и все будут просыпаться утром, и все будут смотреть. Для меня это гордость за страну. Сейчас биться надо будет, и все доказывать, что мы в порядке. В общем, смотрите, я уверен, будет очень интересно. Это целый сериал, который скоро стартует на Матч ТВ. Не все яркие кадры, не все яркие спикеры попали в этот анонс. Сергей Викторович Федоров тоже был проинтервьюирован его однофамильцем Дмитрием Федоровым. Насколько возможно, сейчас вспомните 1996 год, Кубок мира, в котором принимали участие вы. Какие эмоции остались у вас, Сергей Викторович? Ну, это такой ранний турнир был. Подготовка началась намного раньше, чем к сезону НХЛ, если я правильно помню. Ну, это был мой первый, так сказать, первая встреча со сборной опять после, допустим, отъезда в НХЛ. Я был очень настроен показать себя, готовился очень серьезно. И просто был рад поиграть в такой хоккей, в котором воспитался. И мне тренерский штаб дал такую возможность. Я был очень доволен, что я попал на этот Кубок мира. Я не знаю, как мы выступили, не совсем помню. По-моему, в интервью я там все сказал. Сейчас не вспомню, но эмоции были самые такие положительные. Конечно, это ранний хоккей, но тем не менее, я считаю, мы достойно провели все матчи. Сергей Федоров тогда стал лучшим бомбардиром нашей команды. Гриш, как игрок, скажите, что нас может ждать на этом турнире, если оценивать наши шансы, наши сборные и соперников? Ну, если оценивать наши шансы, смотреть на тех ребят, которые будут выступать, защищать нашу страну. У нас очень сильные хоккеисты, поэтому я думаю, мы будем претендовать только на первые места, на призовые места. Потому что ребята очень серьезно мотивированы, очень серьезно уже сейчас готовятся, все это видят. Поэтому я думаю, что мы будем надеяться, что наша команда, наша сборная будет на первом месте. Хотелось бы говорить и говорить, особенно про Кубок Мира предстоящий, но сейчас необходимая в любом телепроизводстве рекламная пауза. Мы возвращаемся в студию программы «Континентальный вечер». Гости в нашей студии Сергей Федоров и Григорий Панин. Мы выходим перед матчем «Металлург-Магнитогорск-ЦСКА Москва». Это Кубок Открытия сезона «Континентальной хоккейной лиги». Сергей Викторович, в прошлом сезоне «ЦСКА» был в финале. Хороший результат, здоровский результат, но я уверенно скажу, вы не добились, чего хотели. Меняли ли что-то в подготовке к этому сезону? Я думаю, детали мы, наверное, опустим. Я не так посвящен во все детали. Не с командой нахожусь каждый день, хотя вижу команду каждый день. Знаю одно, что по прошлому году мы немножко неудачно сыграли дома в финальном раунде плей-оффа. Из четырех одну игру, когда ты выиграешь дома, шансов на успех, конечно, маловато. И то, спасибо огромное ребятам, тренерам, что мы дотянули до седьмой игры. Это четвертый шанс нам предоставлялся, чтобы выиграть дома и завершить правильно серию. Но, к сожалению, этого не получилось. Конечно, мы все проанализировали, мы понимаем, где нам что-то не хватило. Но, если чисто банально подойти к вопросу, мы совершили на одну ошибку больше, чем соперник. Поэтому над этим, может быть, такой простой банальной фразой мы работаем, чтобы не совершать ошибки в таких ключевых эпизодах, как, допустим, финальная игра Кубка Гагарина. — Гриш, в вашей карьере такие тренеры были, как Петр Воробьев, отец Ильи Воробьева, Владимир Крикунов, Зентула Беллидинов, Дмитрий Квартальнов сейчас. С кем сложнее всего в плане работы в межсезонье? Тяжелее всего, я так скажу, физически? — Ну, для меня, скорее всего, это стала команда ЦСКА. После моего перехода из Казани я пришел, когда на предсезонку, готовился очень хорошо. И когда уже началась предсезонка, я понял, что я практически не готов именно для этих нагрузок. Но с течением времени и ко всем нагрузкам адаптируешься. Я думаю, что это ЦСКА все-таки по подготовке именно к сезону сложнее всего было здесь. — Вот вопрос, который меня давно мучает, так совсем коротко. Что хоккеисты больше всего не любят? Кросс или фортлеки, вот эти бега челночные туда-обратно? — Я любил и то, и то, но ты чувствуешь себя не очень хорошо после и того, и того. — Я не люблю ни то, и ни другое, но приходится этим заниматься. — Давайте сейчас обратимся к сюжету Никиты Бережкова. Вспомним самые яркие, наверное, моменты после седьмой игры. Ну и поговорим потом про нее и про матч предстоящий. Победить желает каждый, не так ли? Иначе зачем каждый раз выходить на лед, ложиться под шайбу и получать травмы? В апреле мы наблюдали, каких сил и эмоций стоит победа. Накануне первого матча сезона давайте вспомним, чем именно закончился последний матч магнитки и ЦСКА и как выглядит чемпионство. Оскар, поехали, болезнь! Радость неимоверная. Даже не могу понять, что происходит здесь сейчас. — Ну, поднимайте, если у меня сил не было. Чемпионом можно все. Примерно с таким девизом магнитка размашисто отмечала вторую победу в Кубке Гагарина. Они не жалели эмоций, голосов, бравурных речей и поддурманящий аромат сигаретного дыма, охотно шли на самые безрассудные поступки. — Ян этого ждал два года. Когда он первый раз мне вылил на голову пиво, я сказал ему, «Ян, я согласен, дай полотенце, я согласен, что ты будешь выливать мне после каждого Кубка». И теперь мы с ним договорились. Когда мы выигрываем Кубок, Ян льет мне на голову все, что хочешь. Еще одному мы сейчас готовим. — О-о-о! Остановись! — Сил! — Сил! — А теперь сюда. Спасибо. В центре внимания был и тренерский штаб. Майк Пеллина и Илья Воробьев вновь, как и два года назад, продемонстрировали хороший музыкальный вкус, исполнив бессмертный хит. — Я вижу деревья, зеленые, зеленые, зеленые тоже. А вот Геннадий Величкин предпочитает русскоязычную классику, но когда его попросили что-нибудь спеть, он почти без запинки исполнил композицию в честь своего любимого детища. Шайбу, 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 металлур, требуют трибуны. Шайбу, шайбу, металлур, улыбнись, фортуна. Шайбу, шайбу, металлур, ледяная фея. Шайбу, 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 металлур, мастера хоккея. — Мы чемпион, мы чемпион. — Спасибо, спасибо. — Оскару, сорок. Это тоже часть победы, ради которой и стоит играть в хоккей. — Шайбу, 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 шайбу. — С довольно серьезными лицами сейчас Сергей Федоров и Григорий Панин смотрели этот материал. Сергей Викторович, вы три раза выигрывали кубок Стэнли с Детройтом, Гриш Высак Барсом, два раза кубок Гагарина. Что отличает чемпионские коллективы от не чемпионских? Есть ли что-то такое? Я имею в виду вот эту атмосферу внутри команды, может быть, внутри в раздевалке. — Много вещей можно сказать. Одно хочу сказать. На льду ребята отдают пас друг другу в клюшку. Даже в самых тяжелых ситуациях. Банально звучит, но это правда. На льду, если ты ошибся, ты знаешь, тебе помогут. Но ты сам должен вернуться в позицию, где ты можешь помочь своему товарищу, который за тебя, так сказать, взял вахту. Ну и внутри коллектива, конечно, все доброжелательные. Много не говорят, но обязательно выполняют все свои рабочие функции. То бишь, это будет воркаут в зале, то бишь, это будет велосипед. Но все четко выполняют эти моменты. Все видят это. Все видят, как ребята работают. Это отличало, допустим, те команды, в которых я выступал за «Океаном». — Гриш, реально один за всех, все за одного в чемпионских командах? — Да, скорее всего, то, что каждую чемпионскую команду отличает очень сплоченный коллектив. И это было и в Казани, это было и в ЦСКА. И я считаю, что по тому коллективу, который у нас был сложен в прошлом году и год предыдущем, мы были достойны большего, нежели получилось. — Давайте еще один небольшой анонс сейчас посмотрим. Реально нас ждут интересные материалы в этом сезоне. — Все поблились? Говорят, что вот Бритт и Серега были так. — Нет? — Первое, нам надо хорошее начало, да? Выходим из зоны, да? Не становимся на раскат, если не надо. Поменялись, понятно. Среднюю зону продолжаем делать то, что мы делали вчера, да? Подставляем и бежим. Все, парики, вперед. Никита Бережков был на предматчевой установке «Металлурга» из Магнитогорска. Это был матч межсезонья с Сибирью. Спасибо Илье Воробьеву за открытость. Смотрите целиком этот материал в предматчевом разогреве далее на нашем канале. Ну и у нас эфир понемножечку подходит к концу. Я бы хотел вспомнить, знаете, такие яркие моменты. Сергей Викторович, вас это не касается, потому что моменты пойдут об отпуске. У хоккеистов он есть, у вас его нет, потому что вы собирали команду. Давайте посмотрим материал Марии Титовой. Экс-нападающий ЦСКА Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева перед отъездом в Монреале решили организовать роскошное бракосочетание в греческом стиле. Помпезность декораций, эксклюзивный торт от звездного кондитера, шикарные костюмы для торжества. Каждая деталь праздника говорила о том, что в начале лета в Подмосковье состоялась невероятно красивая свадьба победителей – свадьба богов. В июне нападающий ЦСКА Игорь Макаров и Лера Кудрявцева отметили три года совместной жизни. Праздновать кожаную свадьбу пара улетела в солнечный Дубай. Главный тренер сборной России Олег Знарок провел лето в Юрмале в кругу семьи. Для него это лучший способ набраться сил перед началом сезона. Летом Евгению Малкину исполнилось 30 лет. Лучшим подарком для него стало рождение первенца. Мальчика назвали Никитой. Когда большинство хоккеистов грелось на море, защитник Григорий Панин устремился в горы, чтобы попробовать свои силы в альпинизме и подготовиться к сезону. Ему покорилась высшая точка Альпы Европы – гора Монблан – 4810 метров. Сказать, что было очень сложно, это ничего не сказать. Поделился он впечатлениями со своими подписчиками. Но этого адреналина ему оказалось мало, и тогда игрок решил еще и прыгнуть с высоты. В это время на другом континенте свои первые шаги по горам осуществлял галкипер Колорадо Семен Варламов. Его достижение – пик Кассел высотой 4300 метров. Если бы Артемий Панарин писал сочинение на тему «Как я провел лето», ему вряд ли бы хватило школьной тетради. Форвард успел насладиться природой Алтая, навестить семью в Коркиной, погонять на мотоцикле по родным улицам, погреться в лучах солнца на побережье острова Сардиния, а также открыть для себя тайский бокс и джиу-джитсу. Возможно, тренировки пригодятся ему уже в этом сезоне. Не менее насыщенными получились каникулы у другого звездного российского игрока Александра Овечкина. Все свободное время он проводил со своей невестой Анастасией Шубской. Ночные клубы, театры, рестораны, прогулки по Москве, участие в молодежных форумах, флайборд, поездка в Сент-Ропе, в Италию – вот то, что можно увидеть на его страничке в Инстаграме. Но главную загадку лето загадала 22-летняя невеста хоккеиста. После публикации этих фотографий Шубскую завалили восторженными комментариями и поздравлениями с бракосочетанием. Но была ли свадьба? Оставайтесь с нами, будем и далее рассказывать вам о самых ярких, интересных и необычных публикациях в социальных сетях. Разбежавшись, прыгнув со скалы, крикнул Григорий Панин и прыгнул, потому что он знал, что скоро его ждут нагрузки Дмитрия Квартального. Это было летом, у нас заканчивается лето, наступает новый хоккейный сезон. Григорий Панин и Сергей Федоров были с нами, спасибо большое, что нашли время. Когда оно будет вам позволять, будем рады видеть вас. Григорий, вам без травм и новых высот еще выше, чем Маблан. Сергей Викторович, ну вам хоть немножко, чтобы оставалось время отдохнуть и провести, проводить его с семьей, с супругой, с дочерью. Спасибо, что были с нами. Спасибо большое. Спасибо.